О них слагают легенды и снимают фильмы. Они незаметны, при этом всегда в гуще военных действий. Сегодня день военного разведчика. В Приднестровье праздник отметили масштабно и по-боевому. Первый этап финальных соревнований разведчиков — полоса препятствий. Дистанция почти 2 километра и около десятка различных элементов. Лабиринт, разрушенный мост, рукоход и так далее. И все это нужно преодолеть в полной экипировке, да еще и с оружием. Ну и не забываем, конечно, про время. У каждого, получается, рубежа, который мы пересекаем, занимаем оборону для того, чтобы наш товарищ смог пройти маршрут, обеспечивая друг другу прикрытие. На передышку у разведчиков времени нет. По итогам полосы препятствий — спарринги по боевому самбо. От самбо к эталону карате — ката. От боя с тенью — к реальному противнику. Такого в экшн-боевиках не увидишь. И все это — только часть шоу в стиле милитари. Зрители эмоций и восхищения не скрывают. Замечательно. Там у меня участвовал мой сын, и я прям... я как будто там была. Отлично понравилось. И вот самое последнее, только что было, спецназ выступал. И хорошо получилось. Красиво. Страшно не было, когда особенно БТР проезжал? Да не, не страшно. Было громко. Отлично. Очень хорошо выступили. Прям как будто вы, ну, пережили такое впечатление. Ну, молодцы ребята. Похвала от родных и близких и скупое молодцы от отцов-командиров. Наивысшая оценка за месяцы подготовки. Каждый день готовились. Мы выходили на полевые выходы. Бегали каждое утро по пять километров. С весь мешком полный, как положено. Автомат. И ходили на дальние дистанции. Может, босок подался, подался пять километров. Через день где-то так. Без пота и крови разведчикам не стать. История военной разведки началась век назад. Тогда еще в Петрограде создали управление по координации всех разведчиков Красной Армии. Это стало прообразом современной разведки в Приднестровье и России. Разведка в вооруженных силах является одним из самых серьезных подразделений. Это глаза и уши вооруженных сил. Эти люди в мирное и военное время делают все для того, чтобы мы понимали, в каком состоянии находится наш противник. Какие необходимо принять меры к тому, чтобы в боевом противостоянии оказаться победителями. В будни их работа – это государственная тайна. Раз в год завеса опускается и наш спецназ на деле показывает, что такое Приднестровская разведка.